В этом зале сегодня собрались те, кто находится по другую сторону информационной баррикады от официальных масс-медиа. Вместо полноценного диалога здесь монологи о гласности и свободе слова. Последний раз чиновники говорили на эти темы целых три года назад. Казахстан отчитывался в Комитете по правам человека ООН. По тому докладу были даны рекомендации относительно либеральных ценностей. За это время появилась еще одна статья, которая касается публичного оскорбления и новопосекательства на честь и достоинство первого президента Республики Казахстан, лидера нации. То есть вместо того, чтобы убрать повышенные меры защиты, мы их увеличили. Международное право в области прав человека – это право привезти всего норму принципов, а не норму правил. Правозащитник Евгений Жовти свой доклад посвятил международным обязательствам Казахстана. Почему? Несмотря на то, что в Казахстане практицированы многие межеводные договоры по праву человека, и они, согласно Конституции, являются частью нашего национального права, они не применяются в правоприменительных правах ни правоохранительных органов, ни, что еще более печально, судебных органов. Потому что эти документы основаны на принципах, для применения которых надо обращаться к другим документам, источникам так называемого «мягкого права». Раз в Казахстане нет реальной практической свободы слова, значит нет и нормального медиабизнеса, делится редактор оппозиционного издания Оксана Макушина. Рекламный рынок не такой активный, плюс большинство бизнесменов боятся идти и давать рекламу, даже несмотря на то, что в приватных разговорах тоже говорят о том, что я бы дал рекламу, но выстроятся все проверяющие организации и могут возникнуть проблемы. В условиях, когда государство диктует всем свою железную волю, резко падают качество и конкурентоспособность казахстанских СМИ. Каждый, кто пришел сюда, помимо прочего, говорит еще и просто как потребитель информации. Низкий уровень журналистики – первое. Отсутствие денег, мало рекламы. То есть я по интернет-ресурсам наблюдаю. Если мы говорим о классических СМИ, то там более-менее верстка, все это еще и специалисты. А если мы посмотрим электронные СМИ, редактура, модерация, ну это же кошмар. Промежуточный итог такой редакционной политики государства – качество журналистики значительно уступает количеству изданий. Вместо собственного вдумчивого продукта казахстанские каналы транслируют иностранные развлекательные передачи. Это отупляет аудиторию и убивает местный информационный рынок.